В ДПСе, когда бегают, ШП толком ничего не теряет, и ШП они не должны сбегать. Согласен, но Ханты тоже не сильно много теряют. Не, нормально, но если он побежит от слизни, ну все, пиздец, был Хант, нету Ханта. А ШП они такие, которые могут не сбегаться на стаки, которые могут каждый раз поражаться, потому что там КД 50 чампо-секунд. Ну, ШП очень много, милики они, в принципе, бесполезны. Давай, Димон, заходи на Ханта, Джерри Рон. Димон, заходи на Ханта. Ультрашам, а что у тебя за ник у демона? Крэзи Варлок, у тебя какой спек? Демон. А какой ГС? 6-4. Демона лучше какого-нибудь крутого взять, слышишь? Что, у нас много вариантов ебать? Ультрашам, а какой ник демона, который не в гильдии? Я задаю вопросы про... Микмил. Микмил. Кто, дебил? Дебил, дебил. Микмил, блядь. Микмил. Я не знаю таких. Что такое за маги... Там у Мараксуса, у Мараксуса есть демон хороший. А, у него КД, сорян. Что такое LG и три кнопки? Это хорошие маги или не очень? ЛГ и кнопки так себе. Средничок. Джейми, я могу зайти за мага, 6,5. Кто это говорит? Это МД говорит. Пока у нас нет хилов. А сейчас с кем ты в рейде? Я к лаймам совой, но там по КД я просто зашел. А что у тебя за сова-то? У тебя 50 человек. Ты не можешь собрать трейд. Я хочу собрать трейд, чтобы мне не пришлось после первого трейд 10 человек нахуй кикнуть. Так меня тогда сразу будет. Че ты, блядь, мучаешься? Я не пойму. Не, Вань, то, что вы пишете, это мне не помогает. Вы мне говорите, это заебатый тип или не заебатый? Ты взял его в такой рейд или нет? Гильдаль. Вильфернус. Это сильные типы. Клота. Клота вроде дамажит, да? Кралька, а ты в рейде? А, ну ты в рейде. Тебя я не видишь, не рассматриваю. А вас не смущает? У меня трейд не еще в бейсе. У вас не смущает, что Трисия в рейде? Я помню, когда Трисия последний раз был в рейде, он, короче, полтонул ли чай, ровно у него сагрился и тикнул. Я знаю, что Трисия вчера забрал последнюю шмотку на РПБ ретрикой. Думаю, что он сейчас перейдет в 100% РПБ в ретрике, и чтобы все охуели просто. Нет? Саша? Не, наверное, не. Кикай его нахуй. Давайте, я жду. С хилами мы разберемся. МД сильно дамажишь? Да. Честно. Может, слушай, на хантаз идет? Ну, ты можешь дома зайти, есть такая в ВК в группе, те, кто дамажит. И МД там в списке нет магов, там первый я, еще как поставил рекорд, так и стоит он. А какой у тебя рекорд? 22600. Там есть в списке люди? Бэйки, хат, 22083. Можно спросить, пожалуйста, у нас есть шестая, седьмая и восьмая группы. Кто-то из этих людей есть в том списке? Нет. А есть еще место для хилов? А какой у тебя хил? Эрдро. Какой? Эрдро. 17 косарей. Ник Супердро. Блядь, ты пока ничего полезного, ты мне не сказала, дальше продолжим. Вроде нормально, Супердро. А что тебе нужно сказать? 6,3? Я думаю, нам Эрдро не нужен. Я думаю, нам нужны... Любые. Би, стоп, лучший. Там еще Войт, блядь. Это все, ну, как бы, так себе, игроки. Люди хорошие, игроки так себе. Что? Код нам нужен, да? Что это за предстоящее? Нам нужен код или не нужен? У нас есть фейл, а код нам не нужен. Если код ДПС, типа, по 30к, то можешь взять. Тихо, ты на ком? Ты на Мунквине сидишь? Да, я на Мунквине. Блядь, у нас нет хилов. А если я буду Иршама, я смогу там и реалить или я буду хуйсосом по хилу? Второе. И не то, чтобы по хилу, а по жизни, блядь. Кто? Давайте подумаем, Мультрашам или Хаба. Это, блядь, вы можете четко ответить, нормальные хилы или нет? Кто стесняется их обижать, пишите в личку. Я не хочу обижать человека, но он чмо. Я не хочу обижать человека, но я хуй знает, кто это такие вообще. Первый раз я их вижу, блядь. Ну, в РФ, кухер, по крайней мере, ну нормальные. Нам нужны боги, блядь, а не нормальные. Ну, если тебе нужны нормальные... Ну, такое, короче. Если тебе нужны боги, тут плуррейды надо менять. Джерриан? Ну, возьми, загони этого, блядь, пиздопад, психопата на шамана, а Барвали пусть зайдет Эрдру. Нам не нужен, сука, шестой раз, повторяю, нам не нужен Эрдру. Нам нужен Холипал, Эршам и ДЦ. Я могу кем-то ответить, что он еще. Так, пусть Варенька, да, плохие, как его, блядь. А Тухлик, это где споры собирать? Может, вам пора завалить ебало всем? Дайте я подумаю чуть-чуть. Я не могу сосредоточиться. Я могу к шамой зайти, если там завки падают. У меня, вот, кстати, нормальный вариант. Ну, три магам нормальные, дашь. Не знаю, это еще не точно. Ты говори, там, если надо ДЦ, то я пойду пока ДЦ делать. Так Холиприс профитнее будет. Да нет, там, где за все покупки все будет. Ребята, как можно скинуть скрин в Телеграм? Блядь, не в Телеграм в райскаун. Самая тема, да, в России. Просто, как бы, как ты, ну, вот, не выкручивал, но, вот, Дессер, если честно, на Эрдру, блядь, ну, он затащит. Это не какой-то целенаправленный... Почему я повторил уже много раз, что нам не нужен Эрду, а он пытается внушить, что он нам нужен? Потому что я тебе говорю, что он не подходит под класс всех Эрдру, блядь, понимаешь? Это иди... Парвали может захулипалась и захилить на Изи, если не будет Жагу сбивать еще. Если так выебываться, он, как бы, из-за мага камнями нормально подымет, но, блядь, нет. А мне вот пишет какой-то шаман, Рамзис Эршам Эльтра, ультрашам. То есть ты, типа, более одетым шаманом зашел, я правильно понял? Да, я что-то написал. Рамзис, это человек, который пришел просто на клип посмотреть Мустафа и Брагим. Так, допустим, я за ДЦ и смогу эрлить Варенька, Холли Пал. Вот у нас 4 хила, вроде как, неплохих. Ты же в 3 хотел. Не, в 3 мы не потянем, в 4 будем бить. Дальше, нам остается взять ШП. А Дубасик, как там с ДПСом у Дубасика? А Хризи Фризи, Хризи Фризи. Муни 6 дипс, смотри заметки. Ладно, я пока в каплю смотрю. Что, а Амнистия Тверка, ты не хочешь пойти? Че ты там сидишь, морозишься? Муж это он и оборванец. Прикольные заметки у пацанов. Слышишь, Хаба, а у тебя же Хант 6.5 есть. Ты Хантом не хочешь зайти? Или это не тот Хаба, но просто вроде же Хант есть с таким ником. Заходи, Хантом, наверное, там 2 Ханта, наверное, не помешать, потому что бы 2 хилореза будете обновлять. Так, ну у нас почти все РДД. 4 милика всего, да? Я бы еще одного фурика взял, конечно, хороший. А что у тебя за фурик 3 кнопки? Ну, заходи и видишь ты, как он сидишь, пасукаешь, зачем? Так у Войта тоже фурики по 6.7, но он ими не дамажит. Может, спросишь, какой-нибудь ДПС? Я не знаю, я был в последний раз на анбафе, Войт выебал всех, короче, фуриком. Даже Джерриона? Джеррион все время отсасывает за фуриком. Кто пишет, что 22 дает на 40, а кто дает? Давайте я возьму. Пока танком, пока ты танк в рейне. Так, Варенька, заходи к Холли Палам. Я ДЦ. А, так, 3 кнопки это ни к чем. Так, один слот. В идеале, конечно... Рогу. Да, зачем Рога? Рога в слизне и не успеет настакать. В босса не успеет. Что Рога дает? А у тебя БДК и протокол танчит? Ну, пока да, но потом, если что, мы перетусуем. У нас есть Гудел, который может всем изойти. У нас и кота нету, или нам код не так актуален, как Рога? Весьми Мага лучше хорошего, или Ханта еще одного хорошего? Ну, пока я не вижу вариантов. Кого Рога есть? Или Маг хорош? Или Маг 5.8? Тьфу, 5.8, блядь. Почему? 5.8. Ну, Кирч, ты думаешь, он зайдет кем-то? Тебе же сказали холи-палам. Заходи, холи-палам, я же сказал. Думай, зайду кем-то, и левает из рей. Я вроде на паладина зайду, там еще она будет, что-то зайду. Заходи на паладина, и у нас останется один слот. Вот, для хорошего Мага, или... Престабы еще одного, нет? Да я не думаю, я думаю, Маг круче. А вы тоже не тухлика Рэй делаете. Лж какого, или кого-то. Или Лока вообще, второго. Мне кажется, вот 3 СВ, это перебор. Да мы сейчас отправим Виталика на пристали, на Магу. А что, Джесс же хорошо дамажит, да? Войт тоже хорошо дамажит. Нет, Джесс же хорошо дамажит. Джесс, да, докойся. Я видел, вроде хорошо дамажит. Крайка 7 лет за Мага не играла. Так что не знаю. Нет, Влад, тебе не надо прыгать, потому что... Я только на тебе, я не знаю второго шамана просто. Зисту Рэн как бы... Тау Рэн как бы... Тау Рэн... Вот она... С вот этим тотемом, я уже становлюсь не уверен, короче. Чё, когда ловить не так? Вроде одет по бису. Тотем плохой. Что делать? У ЛГ написано, что у него 6,3 Маг. Может мы просто ЛГ возьмем, и не будем голову ебать? Или кто? Или кто? Гильдаль больше у него надо мажить. Можешь третьего Фурика взять, который ДПС. Ну где я его высрать должен? Нет, у него всё вот... Открываем гильдию. Так. Куча бичей каких-то. Один ралли в сети, который сказал, что я не могу в ЦЛК, и теперь не отвечает мне в личку. А как же Супер ДРУ? Ну Супер ДРУ это же дерево. Фурики есть? Чё-то пошли в 24. Тогов шепчет про Фурика что-то. Ну я тебе в личку написал. Фурики или Ретрик тебе нужнее. Ретрик вот этот великон, он не сильно одет. А кто ЛГАЛЫ это кто? Это по-моему знакомый у них какой-то. Да, ну вроде рейд хороший. Мне пока всё нравится. Если бы мы уже зашли в инст, мы бы почистили трэш и проверили, можно ли по ХЛПКД запустить. Да можно, может, может и нет. Ну что нельзя раньше в ЦЛК, ладно, всё, заходим в инст, ловим КД. Виталик, если хочешь, если ты дашь за мага или за ШП больше, то зайди, пожалуйста, на мага или на ШП. У него все вроде пауток. А, Фи про это. Сейчас, короче, ШМОНИКО, вы не бегите, не прыгайте, стойте на месте, тут ВАЛЬКИ летает. Замонитесь, пожалуйста, все в рейд. Ловите КД и стойте на месте. Как на другом заходить кого-то, я не понимаю. Но если ты хочешь, если ты дашь больше ДПСа за мага или ШП, заходи на них. Ты понимаешь, что у тебя такое, сука, еврейское какое-то предложение, говорит, если ты хочешь, если ты дашь больше, я дам больше за мага или за ШП. Заходи за мага. Не, за ШП, заходи за ШП. Я могу за ШП за 1000. Войт, короче, я ливнул, зайду сейчас на ДЦ, плюсану тебя. Пусть... На СЛЕ. Вроде ралли пойдет. Давайте до 8, мы должны за полчаса убить, иначе у нас Джерриан вон отваливается. А можно спросить? Спроси. А этот тухлопус не всегда будет таким дурачком? Сильным. Нет. Ладно. Мама. Мама. Мама, ты что вон играешь? Накрими ребенка. Ха-ха-ха. Он такой бегает офигенный. Ханток. Чувствую, этот маг будет последний. Какой? Мунгвин. Ты же за него играешь, конечно. Конечно, это последний. Если вот этот маг будет последний, то я буду рад, реально рад. Причем. Аладдин, давайте белим прото, я каски, тряси кулаки, тань, чьяк, кресты. Дайте сумку, пожалуйста. А че они все ливают? А. Мама. А спроси, ты что ты ребенок хочет? Че ты? Хе-хе. Что же я их хочу? Павик, пати по моему престол. Павик, пати. Варка. Лджи, наверное, надо было брать. Хотя. Вопрос, конечно, будет так себе, но ты до сих пор... Может, выкинешь ханта с пятой группы и закинешь туда ШП? Чтоб захил какой-то бой ваттопкид. Так там два тотема шамановские будут стоять. А, ну. Так, а собаки, кстати, тоже риснулись по поводу того, чтобы запустить его в героическом режиме. Может быть, если собаку левую убить сейчас без шапок, у нас будет опять новый ключ? Конечно, можно. Ты квест взял? На ключе там, вон, там, в зале. Нет. Ну, там, сзади стоят чуваки. А его надо обязательно брать? Ну, да. Там достаточно одного квича, чтобы один человек сделал. То есть, он нужен шлем все равно в семь стоит. Ну, я как-то, я решил, что я расставил Вальку. Я взял квест. Павик, агрите Вальку, бьем Вальку. Дайте историю помоги. Вообще, конечно, вот эта вот тварь хроми, но... Че ты покинул тело, ё-моё? Конечно, выбешивает. Ну, вересни меня по телу. Ну, ясно. Ну, ну, я Валя тут. Ну, я вот, раз. Причем, на церковь. Дайте им столик, пожалуйста, Маги. Умоляю. Гывань, позови васабика. Даня, заходи. Маги кто-нибудь, пожалуйста. Ну, есть с ним? Ну, типа, в ВК, только в германской версии. Че-нибудь нет? Да, нет. Я только ВПН через Германию идет, и все. Сука, мрази, тыкнете, блядь. Столик. А че кит халита? Короче, ПМК, кралька МД, МД Мунквину, а я кральке. Наоборот, кто уже, давай. Факкинг, булшит. Не понял, нехорошо. Не, давайте вы как-то плохо распределились, если честно. Окей, МД Каминсу, а кралька мне. Нормально. Так, нормально. И третья МК куда? В Каминсу? Тоже на Каминсу. Нельзя. Ладно, снял шапку, надо отойти на 5 минуточек срочно. Да, есть такие толки. А вы хотите снова без шапки бить? Там же он запущен, нет? Ну, лучше без шапки убить. Лучше неизвестно. На киператор есть. Лучше шапки снимите на всякий случай. Снимайте все шапки с головы, да? Шлемы, что ли? Если какую шапку? Шлемы. Шлемы из экипировки снимаем нахуй. У вас есть одежда на вас одета? Голову Т-10 снимаем. На вообще любую голову, бля. У кого тут нет головы Т-10, то я не знаю, надо расходить. Вот чувство ты, когда увидел первый раз лицо Войда. Там клюв. Че ты? Ха-ха-ха. Да, серьезно. Чтобы запустить босса, нужно снять голову. Серьезно. Без шуток, на собаку снимаем голову. Чекай свою пати. В смысле, и все? Пустая? Пустой слот? Нет, давай правую сразу убьем, потом левую. Пустой слот. Всем привет. Ни к чему снимай бошку. Ни к чему бошку? Ни к чему, короче, один в голове остался. Все, вижу, снял. Есть место? Надо же соответствовать нику, да? А кто это говорит? Мобильный хил. Не знаю таких, смотри. Нет, значит. Не, ну есть сова, мах, шам. Какой мах? Как одет? 62, ну не очень. Задали. Вот, хант 63. Все, не продолжаю. Нету пока слота. Влада, дай рыбу этой, которая ДПС сапает. Шаманы хил тереть, холипала нету. Нинхаба тоже слабоватенькая, нет. Сейчас такой фиаск слоен. Там еще ловушки есть, если что. Пойдите направо, будем... Все, голову нужно одевать или не нужно? Засчитала квест, нет? Можно. Да, да, засчитала. Все, иди квест, давай, ключ получай, и все, можем одеваться. Давайте, ловушки бейте. Куда квест давать? Идем направо, нагнила морда. Да, сейчас будем тактику отрабатывать, кто где будет стоять. Там где права, то не сдаешь. Мне его шарнули, я не знаю где. Так, а слышите, эпохальный режим, короче, не работает. Ну, типа, надо завязать его снова, сейчас. Каким образом? Ну, опять же, ключик вот этот возьмешь, и ты, конечно, в кране, этот помойный, и все. Может, кто-то написать ралли, и задать им вопрос, пойдет он варом или магом на одного босса? Тем, типа, можно одевать, да? Да, бошка, одевайте. Да, не пойдет, он сказал. Может, этого позвать? Героя нашего? Олега Власенко? Да, ты не пойдешь. Да, не, нормально, он же меня звал обратно в ударке. Да, он мне вчера призвался, что кидал тебе инвайт. Как так можно вообще? Я б все не обрал обратно. Я б тоже не брал. Да, я б тоже не брал бы. Ну, как бы я был против, чтобы вообще в нашей гильдии был, но... Крэйзи Варлок, ТВРК, друг. Да, а че? Все, кто не слышит меня, я вас нахуй кикну, и мы пойдем заново в ЦЛК без вас. Идем направо в гнило-морда зал. Зачем? Будем включиться стоять. Там нет никого. Где босс, алло? Будем обучиться стоять. Ладно, калам, калам, калам. По-каламскому у них интересно. Босс не присутствует, эта комната. Пошли туда. Корово. А что там у нас по контакту нету у нас Бибопа или Васаба? Вот Васаба помог вообще жесть. Блядь, там Ливерпуль ебашит. Васаб не может пока. Сука, я тут... Более 4 я не выиграл. Уже закончился? Хорош. Да. Хорошо. Кем они играли? Ебать. С Хадерс. Там Юва еще ебашит. Эмпали. Его эмпали, блядь. Его проебают. Сука, его эндус проебают. Давайте. Замолкаемся, Виталь, замолкаем. Мне спросить Зимханта, нет? Нет. Давай, Серега, пили тактику, что ты хотел рассказать. Нет, я тебе могу рассказать, как мы стояли. То есть все стояли полукругом. Нужно тебе две метки, которые будут захиливать. То есть какой-нибудь шаман слева и шаман справа. Все, соответственно, несут в мили, в шамана и в другого шамана. Присты не сбегают, особенно ШП и диспелят массовый диспел в этой хуйне. Появляются слизни, их чисто замедляем. Сильнее, чем 50%, они не замедляются. То есть никакие оковы и все прочее хуйни не спамят. Прист пыткой нормально их замедляет. Бегаем от слизней, бьем боссов. Все, все тактика. Еще летят три пельменя. Губительный газ над рейнджу соблюдать. Поэтому лучше давайте расстановку сделаем так, чтобы сразу все нормально стали. не было кучей. Ну, давай сразу, смотри, глядь, хант и все. Смотрите, звезды, да все равно, я уж пытка бы занялись. Смотрите, звездочку. Сейчас все в трех салах, как они сразу замедляют. Ну, повалим, блядь, опыт. Просто потому что пока миг доты, пока миг хуйоты. Тоже кому-то из плейстов просто начинать с пытки. Так, а не проще ханту начать с этого выстрела, не? У нас же два ханта, алё, там как раз два слизня будет. Ты прикинь, что тот тем, о кого с земли сразу поставить, где бы слизи не были, сразу забыл. Так, его обновлять надо по КД, у нас у тебя столько шаманов нет. Давайте, ребята, Форти, ты тут, ты будешь заходить? Да, да, только мне надо интерфейс настроить. Давай, заходи. Короче, блядь, еще. Ладно, ты не сильно тупой, может ты поймешь тактику. Давайте, Поклонский, иди сюда, пожалуйста. Чек на ФК, сейчас будем тактику пилить. Смотрите, все, квадратик, это босс. Стань, вот как ты стоишь, чуть-чуть вперед, подойди, Поклонский. Точняк, Каменс, Каменс. Да я в РК, я все слышу. Короче, все милики, уйдите, пожалуйста, все от центрального круга, нахуй, все уйдите, кроме протопала. Милики, подходите все в центральный круг, милики. Только милики, подходите вперед. Там же, я так понимаю, очень большая проблема в пельменях. И пельмени, типа... Когда кидается, проблема, видишь, если, допустим, милик побежит или кумать РДД от этого, он ранжу уже соблюдать не будет. Он, ну, через рейд будет бегать, а слизни. Сейчас все будет соблюдаться. Короче, кружок, иди вот сюда, в звездочку. Кружок. А покажите, откуда слизни выливаются. Из рандомного места. Вообще, случайным образом появляются. Из кранов. Селеные колбы, видишь? Из кранов. И вот с этих... Сколько тут? Из восьми колб, короче, они могут появиться. Короче, стой здесь, вот здесь, ближе, шаг вперед, кружок. Ориентируйтесь просто примерно... Там же такой же зал. Давай, Дессер, иди тоже сюда, в звездочку. Давай вот так будем расставляться. Дессер, сюда иди. Я пришел. Другой Дессер настоящий. Подойди сюда, Влад, пожалуйста. Сейчас мы расстаемся, просто я по группам вас поделю. Не будет ни на кого блевать на кидаться. Вот в звезду иди, Дессер. В звезду, ёпта. Алло. Она по-любому на кого-то кидается, в смысле, не будет. Она не будет, а будет на три человека кидаться, на которых нужно, а не на тех, возле кого он бежит. Холли пал, где ты есть? Иди сюда, варенька. Тут, короче, самый прикол вот этой тактики, это то, чтобы все люди возвращались обратно на свои места. Потому что есть вот один тип, на которого вешаются слизни. Он такой пиздует через весь рейд, весь рейд, нахуй, от него утекает, он, короче, слизня бьет, типа, и потом они нихуя не возвращаются. И начинается кипиш. Так вы не сможете вернуться на свое место, потому что красный слизень, типа, придется от него убегать. Потом все встанут на то место, типа, где есть свободное место. Это бред. То есть расстановка персонажей до того, как появился слизень, вообще бесполезна. Если какой-то слизень, как ты сейчас все говоришь, типа, вот все, один, типа, пробежал, все такие рассыпались, и потом встали на свободные места. Нихуя, порядка не будет. Вот это сейчас, что мы делаем, если потом порядка не будет, это все до пизды. Понимаешь? По-моему, каждый человек должен сам себе уже найти место. Давайте просто завалим ебало, сейчас я подумаю чуть-чуть, я пока не видел даже босса. Закройте нахуй рты. Просто закройте. Первая группа. Рома. Дайте шкаф. Давайте я сейчас чуть-чуть расскажу свою тактику. Первая группа. Идите к звезде. Первая группа. Тримага, Альпич, Хаба. Паша? Паша? Шлипец, подойди сюда, вот где звезда стоит сейчас. И вернемся опять к нему, чтобы ты увидел, что происходит. Да у нас не будет времени, мы сейчас один раз останемся и все. Смотрите, вот крестик, ромбик, трусы и кружок. Это 4 хила. Независимо от всего, хилы должны быть на своем месте. Первая группа. Вы занимаете свое место вот здесь, вот между звездочкой и крестиком. Расставляйтесь нахуй. Только друг от друга рейндж набирайте 5-7 метров. Отходите. Какой рейндж? 8 метров между блевотнёй или больше? 12. Или 8 метров. Лучше 12. Давайте. Давайте попытаемся набрать рейндж 12 метров. Еще расставляемся первая группа. Кто-то лишний. Гуделк, отойди, пожалуйста. Короче. Вторая группа РДД. Вот здесь расставляемся за ромбиком. Просто за ромбик идите все между ромбиком. И вот до сюда, до звезды расставляемся вторая группа. Просто ориентировочно вы должны занять эти позиции. Я сейчас сделаем мы коридоры. А, у нас нахуя я вторую группу расставляю? Идите сюда вторая группа, наоборот, к звезде, к шкафу идите. Короче, еще раз. Первая группа набирает рейндж между ромбиком и крестом. Набирайте вот там всю ширину, ваша ширина между ромбиком и крестом. Вторая группа набирает рейндж между трусами и кружком. Набирайте рейндж. Вторая группа РДД. Правильно? У нас же там только РДД. Кто еще из РДД не получил? 3 шп у нас не получили места. Правильно? 3 шп. Давайте, Клота и Флипец идут к выходу сюда, к шкафу. Здесь ищут все места. Каменс там, сзади ищут место. Милики, если на вас кидается... Вот кто это стал, блядь? МД. Ты на место... Не выходи сюда, МД. Вот здесь стоит... Блядь, фу, крестик. Вправо, МД. Уйди, ты не должен тут находиться, блядь. Еще... Смотрите, милики. Если слизень выбирает вас, с какой стороны выбрал слизень, вы бежите в коридор в бок. Допустим, сюда бежите, за звездочкой. Или сюда. Простейшая тактика, у вас есть коридор, вы никого не заблюете. Проблема была, псих сказал в том, что постоянно бежит человек со слизням, он блюет. Человек, который... Вот здесь вы стоите между хилами, вы бежите вот так вот, блядь. Просто начинаете бежать и бежите. Слизень будет замедлен все время, он вас никак не догонит. Все РДД все время бьют слизня. РДД, блядь. Давай. Я ручку поднял, социально скажу. Проблема не в человеке, который бежит от слизни. Проблема в людях, которые подходят, чтобы его бить. Короче... Мы не будем подходить, чтобы его бить. Запомните, где вы стоите, и не шевелитесь. Почему? Сука, у меня дымки закончились. Ладно. То-то не все смогут бить его. Вот именно. Если слизень появляется слева, абсолютно все должны в него подходить, чтобы его бить, блядь. Как ни крути, но они должны подходить. РДД, который сейчас находится справа... Ну, я с жопы босса стою, я отсюда говорю. РДД, который находится там, хуй знай, они в любом случае должны подходить. Они будут друг другу мешать. Проблема в том, чтобы они всегда возвращались на свои места. Потому что блевотня происходит не во время слизи, а она появляется до или после. Проблема не в блевотне, а проблема после, что творится. Потому что они, когда все бежут, бегут, они просто, сука, создают такую кашу. И потом, когда каждый пытается найти свое какое-то свободное место, в этом начинается весь пиздец. Вот, вот, смотрите, смотрите, если мы будем, я хочу что сделать? Если мы будем стоять все на своих местах, пельмени убежали от пельменей стали, и вот я звездочка, на мне красный слизень. Я вот стою, допустим, хуярю босса, меня схватил слизень, который возле креста примерно появился. Я начинаю вот так бежать. Ползет он по центру, его милики бьют. Не ползет он по центру, милики не бьют. Мы долго будем бить слизня, да, но он меня не догонит. И все это время его будут бить люди. Так рейтар где делает, если... И там второй вылазит слизень как раз. Второй вылазит слизень только после первой блевотины. Если вы не поняли, каждую блевотню босса появляется еще дополнительный слизень. Их один, потом два, потом сразу три. И там начинается жестяк. Их просто... Как нужно убить босса до третьей блевотины просто еще. А не убьешь ты босса до третьей блевотни? Убьешь, почему? Нельзя его не убить до третьей блевотни. Блевотни каждые две минуты идет. А после второй уже три слизни вылазит. До второй нужно убить. Ну вот, смотри. Мы убиваем в норме босса когда? Перед второй блевотней. Ну вообще в деле обычная. Короче, Виталик, у нас сейчас нет времени с этим разбираться. Джерри, ну хей, через 15 минут. Короче, пробуем вот такой тактикой, как я сказал. Просто посмотрим. Просто посмотрим. Когда на вас кидается спора. Вы сбегаетесь к ромбику и к звездочке. Это два Иршама. Вот они вот так будут стоять. Видите, два Иршама. К ШП не сбегаются. Вообще не сбегаются, сука. Просто. У вас тучка. Вы... Как только споры раскидываются, вы сразу жмете масс-диспелл. По всему рейду жмете масс-диспелл. Если вы не жмете... В звезду и в ромбик. В мили-зону не надо кастовать масс-диспелл. В звезду и в ромбик, давайте. Там милики стоит. Все. В трусы надо еще кастовать. Вот давайте ориентироваться. Капарсивен в трусы будет. Каменс в ромбик, а флипец в звездочку. Капарсивен в мили, наверное. В смысле? Три споры в мили. Ну ладно, в мили нам не нужна. Там рейд-рики потерпят без спор. Короче, все. Они умрут. Там в селе в миликах умрут. После вздущия. Там урона 25% завышено. У них будет спора. Мы не несем в трусы спору. Мы просто не диспелим в трусах. Короче, в чем отличие от тактики? Те, кто еще не понял. У босса на 25% больше хп. На 25% больше дамага. В рандомных местах в определенное время появляется красный слизень. Если он до вас доползет, босс вылечится. Он делает ретаргет. Слизня надо бить. Еще летит теперь вместо одного пельменя три пельменя. Больше никаких отличий нет. Идем все, короче, на места. Давайте идем к тухлику сейчас. Тройнем. Все увидим. Все, идите. Что? Милики? Сейчас попробуем по моей тактике. Милики слизни не бьют. Вы все время босса бьете. И, короче, если на меня там какая-то хуйня кидается, то там... Вы выбегаете вбок. Как я показал вам коридор. В бока выбегаете. Да, влево-вправо, да? Влево-вправо. Вы не бежите в РДД-зону, чтобы их не заблевать. Это со слизням. Со спорой вы стоите в мили-зоне. Если на двух миликах будет спора, я все скажу. Каменс, Точняк и Барвыли. Идите, пожалуйста, к тухлому. Короче, пока что там... Расскажу о шиппке, которые вчера у нас были. Мы, короче, во-первых, босса мы били в той кузне дальней. Видишь, Рома? Ну. Вот там вот мы босса типа танчили, со стороны в полукруг вставали. И у нас танки, короче, умирали. Вот мы босса до 40% опустили. Это максимум, что мы смогли сделать. И до Персезда у нас оставалось 2 минуты. Но у нас типа танки умирали. Танки умирали. И из-за блютни. То, что Виталик сказал, что когда слизень выбирает таргет, для ватня не кидается. Это ложь, она кидается. Это полрейда нет. Виталик и Барвыли, идите, пожалуйста, к рейду, блядь. Да, еще вопрос. Вот бурсты когда даем сразу или слизней? Сразу. Бурсты все время даем. Просто все время бурсты. И рост дадим с пула. Давайте фласки выпьем. Да, обязательно выпейте все фласки, пожалуйста. Надеюсь, вы хоть примерно запомнили, где мы стоим. Не бежим бить слизня. Бьем слизня, когда он ползет мимо вас. Но бьем обязательно все. Делает ретаргет нормально, он будет ползти милизоны. Он будет замедлен. Но его все РДД смогут бить. Не сделает ретаргет еще лучше. 12 метров друг от друга набирайте. Стоим далеко, но чтобы до вас доставали хилы. Что 12? Сказали 12, я не знаю. Это? Там вроде 8, а не 12. Вот получается, я бегу в коридор по блоку. А если я на боку стою, стенки слизня меня догоняют. Вас не догонит слизня, он будет замедлен. Просто бегите по траектории, по такой, чтобы он не шел вам на перерез. Бежим со слизням. Рейд, смотрите, видите, вот круг широкий, где звездочка прыгает. Со слизням бежим по вот этой линии, блять. Не бегите в РДД-зону со слизня. По этой линии вот так вот двигаемся, как звезда сейчас бежит. Споры мы сносим одну в ромбик. Запомните, пожалуйста, споры. Одну спору в ромбик сносим, одну спору сносим в трусы в зеленые. Трусы и ромбик спора. Звездочка будет стоять просто, чтобы я, если что, мог сориентироваться, где я нахожусь. Ешьте рыбу, выпейте фласки. У кого нет фласки, купите ее, попросите. У кого несколько фласок, скажите, что можете продать. А если я вдруг подойду близко, я сейчас нечаянно спулю босса, что будет? Ну нет, не надо, это, блять, МД, друг, вот ты сейчас встал в том месте, где ты хочешь начать бой. Ты, сука, стоишь в коридоре, миликов, блять, нахуя я и распинался. Ты должен был сзади стоять. Давайте, заобходим все босса, кто там, кому я говорил. Первая группа и хилы, которых я называл. Чек на пул, давайте, выпейте фласки, блять. Нихуя сам еще, что-то не понимает. Чувствую, что сейчас страшно. А ты тоже страх. А ты поставите, пожалуйста, где-то в боссу ближе. А кто второй РШАМ, который должен быть справа от меня, барвель, иди, блять, на свое место. Справей чуть-чуть от меня, отойди, чтобы у миликов был коридор. Кто? Ты, ты, отойди вправо. Ты должен правее меня быть, чтобы милик мог выбежать. На счет три начинаем. Один, два, три. Поехали. Ну, это полный поклон. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Видите, все, тричок облюет. Всего лишь. Пельмени, смотрим, выходим из пельменей. У тебя же там пельмень, ну куда ты пошел? Я понял. Ниталик, ты не несешь спору. Суману. Не несу. Трусы, пельмень, ну выбегайте, блять. Видишь, как он бежит? Видишь, как он бежит? Теперь, смотри, что будет. Слизня вся. Кто видит слизня в Ренжевс, вам бьем его. Велики, выбежали. Не, нахуй, таргет. Не нашел шамана без споры, вот я кончил. Ну зачем ты сюда пришел? Уже второй слизень, еще братики. Велики, баш. Бьем слизня вся. Вы, 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 замедляйте слизня. Это вы, или пельмень. Хилился. Хорти ни в хуя не в коридор бежит. Пельмени, выходим. Еще один слизня появляется. Слизня, слизня. Не надо миликом бегать, форки. Я же сказал, не бегать. Бей, босс. Я выбежал. Пока по пути, слизня не побить. Уже не по пути. Пельмени, готовься шаг к рубить. Что-то мне нехорошо. Сбегаемся дальше со спорами. Бьем слизня, который близко к вам. Также сбегаемся со спорами, как сбегались. Это тупой. Пьем все слизней. ШП диспельте сало. Лови, лови, блядь. Давайте падаем. Ну все, примерно я понял. Нехуй тут его бить, конечно. Вряд ли мы бьем, но все равно. Да нет, падайте, падайте, не хильте. Проблема в том, что мы стоим и ждем, короче. Стоим и ждем, блядь, этих слизней. К ним надо бежать, их надо бить. Но только потом надо, короче, возвращаться на место. А если вы побежите, 20 человек, и на 20 человек повесится болевотня. Да, болевотня, блядь, не вешается, когда появляются слизни. Она вешается перед. Мы сейчас в жопе стали, потому что у нас появился второй слизень. Мы бегали, блядь, ну, типа, короче, метились в одного. Смена таргета произошла. Я сейчас подожжал трем людям, короче, и заблевал их. Потому что произошла смена таргета. Мне, как бы, слизня надо было бежать. По кругу бежал, ну, так получилось. Их надо убивать. Как ни крути, зергать тут не получится. Здорово. Ты тут? Да. Никого бывшего поэкспекта на босса? Чего? Попробуй шипа эспектнуться. Нет, нет шипа. Я хуя в этом по абсорбу, что-то внизу где-то, да? Да нет, третье место из четырех. Он просто думал, может, в трем пробуем захилить. Да нет, я просто думаю, там протопал, нахуй. Его только в таргет взяло сразу ревностный. Просто первым ударом. Так он выживает только пока что под срезкой. После он умирает. Надо, чтобы два БДК танчили. Еще треш-реасонс. Так его не должно было бить с первого удара, понимаешь? Он должен был... Ну, значит, он не нажал. Он просто не прожался нихуя. Ну, типа, тут два БДК, это вообще самое идеальное. С четырьмя-то десять шмотками. На самом деле, если честно, тут в идеале в одного танка играть. Ну, как он сбросил стаки? Если только диваном скинуть. Ну, ладно, в один танк, вообще без хилов пойдем и так затащим. Нет, в один танк, но первый только он снимает своим баблом. Второй он снимает просто диваном. До третьего он уже должен убить. Так, игру не удержит, братик. Протопал. Ну, это вторая проблема, блядь. Потому что удержит. Проблема только в том, что мы не всегда набираем агро на боссе. Мы очень часто переключаемся с лизней. И времени, чтобы набить агро, у него, в принципе, есть. С двумя таунтами, я понимаю, что вначале будет сложно, но в середине босса это будет уже попроще. А разве бабл скидывается в стаки, по-моему, в диван? Нет. Мне кажется, монет хилен Протопал, ебать. Ну, это уже, да, такой момент. У босса, когда три вот этих стака, он просто ланшотно упал, вот без срезки просто. Если на нем не будет вот этот щиток висеть Протопаловский, ну, все нахуй может идти сразу. Ну, либо, не знаю, либо вешать диван на ПДК и СС на того человека, кто кидает диван. Я чуть-чуть не понял, сейчас в чем у нас была проблема? В красных слизнях? Их было много, и мы в итоге заболевали. Ну, я видел, было два слизня, ты от него не убежал, он дополз, короче, в тебя. Да, да. А можно... Нет, это не, я не поймал. Я не начал бежать, но была заболеватня, и я заболевал вместе с собой еще три человека, и он ко мне дополз. Ну, там, все. Знаете, а вот можно, короче, вот, кратный слизень убирает паргет, допустим, РДРД, РДРД начинает его кайтить, и как только проходит, ну, газ кидается, если на это РДРД не кидается газ, он просто бежит через мили... И мы так вечера тестили, это тоже не очень хорошо закончилось. У меня просто нюансы, что слизень появляется, короче, и он незамедленный. Вот он пиздует нормально времени, а потом уже какой-то шипы пытка его замедляет. То есть, от этого... Как его зовут? Смотрите, Крайзи Варлак, а что ты не можешь? А вверху он, короче, как бы замедление нет. Таким демонологи, так его покидают. А красная джага паладина, она как бы у него работает. Да, я тебе говорю, два ханта. Два ханта стоят в разные стороны и кидают этот выстрел, который замедляет на 8 секунд. А потом уже шипы раскистовываются пытки. Я сейчас их всех забаню. Все, не скажите, кто это. Переноси их, нахуй, тут только стивов снизили и всех остальных нахуй выкидывал. Силий какой-то, сладкая зайка, идите отсюда. А че, блядь, бой повисли? Да нет, нет, бэд. А красная джага паладина, как у нас слизней работает? Без понятия. Ну она должна по сути работать, но смысл? Какой смысл повесить джагу? Семь, чем на 50%, они не замедляются. 50% максимум. Вот лок просит нас замедлить, ну типа лофлик, пишет нужен афлик. Так он же должен кинуть сначала пальцы, чтобы замедлить этим проклятием, или что? Нет, просто проклятики, да, это изнеможение и все. Ничего, проклятие может быть, насколько цели раскидать. Слизней будет 20%. Я не вижу проблемы в слизне, он все время замедлено, у нас ни разу в слизи не рушу. Он все время замедлен, рядом со мной, когда паладин пробегал, ни один шипа его не замедлен, просто слизней добежал и постанул. Почему, сука, бой висит, блядь, в меня, алло? Ну, гау, упыряно, супа. Че, не видно? Идите сюда, возвращайтесь. Давайте, выходите с комнаты, убьем упыреть, чтоб бой спал. Прократить тебе не поможет, потому что пытка замедляется на 50%, а они замедляются только на 50%, уже все. Сейчас баночку повесить в РК, красавец. Я тебе, вот как один из уебочных шипа, скажу, что ни один шипа не кастует пытку сразу, блядь. Согласен. Самый оптимальный вариант, короче. Пытка, ты ее не будешь все время обновлять, ты должен повесить туда доты. Самый оптимальный вариант, это, типа, миленькие бьют слизней тут, или нет, или они туннелят босса вообще? Ну, пока они у нас били босса, чтоб не блевать никого. Вот, смотри, типа, если АДК, он стоит в центре, он видит депрессы слизня, ему достаточно, ну, типа, до первого шипа выйти, кастануть от Яковы, он повесит дебаф на слизня для шипа, которые смогут больше депресса давать по нему. Яковы повесит на 80 секунд. А потом уже шипа повесит доты, и уже... Яковы будет меньше дамагать. Так от одного АДК депресс не изменится. И какой там по депрессу? 15-й? Когда будет... А когда два будет слизня? После первого дыхания. Когда будет... Я понимаю, когда будет два слизня. А когда будет два слизня, что делать АДК? Ну, там уже ХЗ. Там уже есть другой АДК. Два АДК у нас. Нет, это... Ну, там вариант вообще-то. Там, когда АДК набирал стаки, она будет... АДК может кидать проклятие АКО. В смысле, АКО выкидывается. Короче, извините, кто-то на демон. Я сейчас делаю спек-афлику с этим проклятием. Нахуй нам твоя... Ах, блядь, она 30% дает ОКО. Пока ты кастанешь, а мы обозрёмся уже все. Да всё, блядь, успокойся. Всё, успокойся. Короче, давайте. Мелики бьют босса. Давай их поменяем. Каким образом? Ну, просто нахуй кикнем, возьмём в РДД. Это не поможет. Ну, я хочу попробовать. У нас пока ничего не помогает. Нет какой-то определённый... Я сейчас буду видеть слизня. Порн, ты будешь выбегать к этому слизню в коридор свой, вправо или влево. Ребят, ещё раз повторяю. Смотрим на звезду ёбаную. Кто сейчас не смотрит на звезду, тот хуесос. Вот тут будет стоять шаман. Вот тут. Ну, прямо, естественно, ближе к боссу. И вот тут будет стоять шаман. Ну, не шаман, а ДЦ. Кто вот в этой линии, где я сейчас бегаю, будет стоять, я, сука, вам буду ГП хуярить. Вот сейчас флипец тут стоит, иди нахуй отсюда. И каменс. Встаньте в другие места. Давай, Димон, портуйся. И с другой стороны то же самое. Сделайте миликам выход. Чтоб когда милик бежал, он не блевал на вас. Посмотрите в гильдию пока замену какую-нибудь. Вы стойте, пожалуйста, здесь, за спиной и перед мордой. Дорн, будешь выбегать к слизню, давайте ему оковы, короче. Чтобы он сразу был замедленный. Сразу с пула. И бьешь слизня вместе со всеми. Бежишь за слизням и бьешь. Все остальные милики также туннелим босса. РДД, бьем слизней, все время дамажим слизней. Он прополз далеко от вас, перестали его бить, свичнулись в босса. Милики, если вы бежите со слизням, вы бежите уже из выбежали из милизоны, слизень сменил таргет, и он недалеко от вас. Бьете его, короче. Потом только возвращаетесь в центр босса. Вот так попробуем. Я пытаюсь минимизировать блевотню. Понятно, что я делаю? Если блевотни будет мало... Копарсивен набрать или как? Копарсивен в рейде. Не, не бери его. Блять, Белин, если ты не хочешь бить, ливай нахуй. Ты мне пишешь 10 раз, замени меня. Я тебе уже 2 раза ответил, нету танка на замену. Если ты не хочешь бить, ливай, пока мы тебя не меняем. Че ты доебался-то до меня? Жестко. Замени меня. Замени. 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 Ну, замени меня. Да, пожалуйста. Как ты думаешь, что дептов что-то поменялось? Нет, в людях? Ребят, можете меня заменить, пожалуйста, ребят? Ты влевай нахер отсюда. Наливай, помойка. Пока, короче. Я могу зайти на протопал. На БДК. Сейчас мы все сделаем как надо. У меня сейчас только какой-то настройка, расстояние оконченное. Я не вижу, короче, вас, когда хилю. Так это нормально, это 40 метров, Экжа. Так нет, у меня 30 стей. Ты, типа, ты совсем тут не уследишь. Надо, чтобы каждый человек понимал, что нужно делать. Амнистия, ты в РК? Сумонься, пожалуйста. 1 в 30-м уровне кача, там меня спрашивают. Тернистые горы. Тернистая долина. 30-й. Я с ним в детстве пошел. Есть личный кабинет, где кача? Давайте фуллбаф по рейду. Короче, Амнистия, не стой сбоку от босса, или спереди, или сзади. Рейндж 8 метров. Бьем слизни, когда они появляются. За это слизнями не бегаем, стараемся на одном месте стоять. Выбегаем с пельменей, возвращаемся на свое место. Давайте обходим все боссы, занимаем позицию свою. Так 8 или 12? 8, делаем 8. Наверное, 8 достаточно. Чек на пулл. Ты кому пыса скидаешь? Выбейте фаску. Гуделка, он ближе всех ко мне стоит. Че это вы меня тут окружили охрененно? Че ты, блядь, приходишь ко мне сюда, слышь? Да тут я стою, я хил. Иди, что ты тут стоишь, блядь? Да я пробегу вперед, вот в черепок в этот, отъебись. А я туда хочу бежать. Ну я хил. Слизни сначала 1, потом 2 будет слизни, а больше 2 не будет. А мне сзади поменяйся МК с МД. Короче, давайте сейчас сделаем бафы в магу дайте. Сейчас, пожалуйста, все молчим, просто молчим. Я буду молчать, но отойди, пожалуйста, сука, левее. Ну вот смотри, как там дохуя места, никого нету, блядь. Так это коридор Милников, отъебись. А ты посмотри на правую сторону, как ты думаешь, коридор занят? Где они? Ты их видишь? Каких магов еще? Ой, магов, бафов нет, лапу, друиды дайте. Давайте, чек на пул последний раз. Это я вам в этот пул чеку. Куйницу бей, бьем. Давайте, спулили, бьем, бьем, бьем. Заняли места и бьем. А русских, да? Сейчас. Сейчас. Чуть-чуть левее, Рамзис. Барли. Неси, Виталик. Трусы, спор. Почему тут? Трусы надо нести. Ну вот, откуда взялся вот этот хан, блядь, сзади? Вот, неужели он там был? Бьем все слизни. Ни к чему вынеси. Ни к чему вынеси спору. Ни к чему вынеси спору. Бьем слизни. Вы диспел, они нету от бельстов, как бы. Ну, по трусам и диспелер. После каста. Слизни все дамажим, когда он ползет. Милики, сейчас слизень ваш, бьем слизни. Все, вернулись к боссу, убьем босса. Готовимся, протопал забирает. Ни к чему, выноси еще раз спору. К ромбику только, в другую сторону, в другую сторону. Ну, замедлите. Бьем слизня. Держим танка. Красную камню танку. Блядь. Падаем, падаем, падаем. Танки мертвы. Сука, нам не было обливать, я не успел зубы кинуть. Когда ж он, блядь, выдыхать будет? Выйдите кто-нибудь, блядь. Вышел, вышел. Бравой. Диван, блядь. Сидай диван. Сидай диван, блядь. Короче, смотрите. За 2 минуты, 14 секунд, у нас было 51% у босса. Не, это очень хорошо. Но, например, у дебилов, которые, сука, бегают, хуй изнател. Вот, понимаешь? Пока, если они не научатся, как бы, сколько ты не расскажешь, ну, так и будет. Ну, это так себе, это он подростком, считай, били. Так, у нас потом будет минус 35%, маги, ханты начнут заливать ретрики. Мне интересно, почему ты говоришь так себе, если мы вчера до такого процента не доводили. Мне, короче, Джерион, Джерион Дрейд говорил, чтобы убить этого босса, нужно, чтобы у каждого дд тут было 16-17 кдпс. У каждого, типа. Ну, оно не всегда так получается. Да, пиздец, измери выбегают, пельмени под танк, а в танке пельмени тоже, сука. Хуй, как по мне, вот, Мункин хуёво бьёт слизней. Так, естественно, когда она мне красный. Ну, как бы, блядь, это твои проблемы. Красный на тебя был один раз, как бы надо его бить. Ну, а другие цели-то далеко от меня, алё. Это, я Мирик, когда мне пить красного? Мне сказали, раз пить красного, а я пью. Смотрите. Ну, вот, я не знаю, я искренне верю, что если появляется слизень, все должны его ебашить. Но, как, потому что он-то тогда умирает секунд за 4-5. Когда мы его убиваем, все должны вернуться по своим местам. Если какой-то дебил просто не возвращается на свое место, весь рейд нахуй блюёт. Потому что это долбоёбина, понимает, что он там не на своём месте, начинает куда-то бежать. Начинается у него... Короче, во-первых, сейчас, Виталик, во-первых, сказали, что Блевотня кидается одновременно со слизнями. Я видел, что она кидается. Она кидается не одновременно, а по времени просто, по рейдам. Во-вторых, у нас есть МД и Амнистии, которые дали 4 тысячи в слизней и 800 урона в слизней. Ребята, самая главная... Я бегал, бегал. Какая бомба. Всё время. Сука. Я не буду тебе мешать. Главу... Глагольствую, Рома. Самая главная тактика, ребята, бить слизней. Если вы видите слизня в 40 метрах от вас, вы его бьёте. Я не ебёс. Что у вас? Сходи. 30... 32. В 32 метрах, если видите слизня, некоторыми обилками 40, вы бьёте слизня. Если вы не бьёте слизня, мы его никогда не убьём. Ничего не вижу проблем. У нас сейчас первый слизень умирает, второй только начинает ползти. Вот когда их будет два, тогда уже будут проблемы. Но мы пока до этого один раз только дожили. Меня интересует... Ну, вайпы же на Берсе, а... Меня вот это интересует. Давайте ещё кое-что определимся. Трисия, ты же умный парень, умный. Седдер, ты тут? Ты тоже вроде не тупой. И Варенька не тупой. Это если... Варенька в первую очередь. Короче, Поклонский набирает 8 стаков. Давайте 9. Поклонский, давай 9. Белин, услышали? Плюссаните, что услышали 9. Он на 25% в урону босса увеличен. Что там говорил Эмана? Слушайте, Седдер, Трисия, Точняк, Поклонский и Белин. Поклонский набирает 9 стаков. После этого Белин забирает босса, прожимает срезку. 12 секунд у него срезка. Когда срезка кончается, Варенька кидает ему красную каплю. Красную каплю. И говорит в РК, ребята, кинул красную каплю, через 5 секунд следующий. Трисия через 5 секунд кидает красную каплю на Белина. Все. Танк выдержал, босс выдохнул, стаки с него спали. Я, конечно, все же хуйню, но вот мне интересно, почему у нас ПП-Палк. Давай возьмем 2-го БДК. Где мы его возьмем, блядь? Я вижу, Барвель, что такое? А что даст Тауру Армы? Я ставлю Артимы и даю мастерал. Нет, подожди. Пусть лучше этот Протопал пойдет в Огре, купится символ на снижение 20% урона, когда кидает Сокру на себя какую-то там, на снижение Агро. И он тем самым себя чуть-чуть подефает. Это на свалебе, когда кидается. Подожди, Барвеля, а что из-за тысячи брони? Ты думаешь, что тысяча брони ретрику бы зарешает? Да нет, это не поможет. Ну, 20% тоже не помогут, но, может быть, все-таки поможет. Да нет, сейчас я видел, что он просаживается, я видел, что у него прокнул ревностный, я прицеливаюсь на него зубами и блевать начинаю, и он умирает. Просто совпадение. Аура брони дает 1250 брони. 100% от нее это еще 1250 брони. Она же не 20 тысяч брони ему увеличивает. Радька, пошли отсюда. Давайте, пожалуйста, один раз, вот еще один раз, делаем все то же самое, как делали, только как паладин и красные капельки на протопало, пожалуйста. Все то же самое, нихуя не меняем. Не пульте только босса, блядь, раньше времени у ебки, нахуй. Начинайте, присты, с пытки. Не вешайте. Лапу друиды. Лапу друиды. Начинайте с пытки в слизней. Так же точно, Дорн, ты бегаешь, я понимаю, что тебе нелегко, но делаем. По кинерам. Жест заливает ману. Подожди, Жест заливаешь ману Барвели, Войт Старфалл заливаешь ману Рамзесу. Проще Барвели, потому что он всегда стоит рядом возле Барвели. Не надо нихуя рассказывать. Если присты все начнут бить слизней только пыткой, это будет до жопы. Пытка висит полторы секунды, блядь. Потом все равно надо делать паузу. Если дебилы не могут замедлить, блядь, сразу, это я обращаюсь напрямую к хантам. Если они не могут замедлить просто слизней сразу, блядь, то это все до жопы, блядь. Если мы будем даже бить все пыткой, нахуй, все равно через полторы секунды мы будем вешать доты. Потому что если мы не будем вешать доты, мы потеряем в ДПСе. Мы потеряем в ДПСе, слизней будет убиваться хуево. Линка, нити мне, пожалуйста, кто как набил слизней. Ну, присты в топе. Остальные, ну, так себе. У нас один хант, Виталик, один хант у нас. Короче, ебать, это все хуйня постная. Сейчас будет бегать инхоник. В центре, понимаешь? Один хант. Амнистия правее. В центре будет. Прям с миликами нахуй под жопу у босса. Амнистия правее. Сейчас мне придут... Что ты хочешь, чтобы хант выстрелом своим контузищем стрелял слизней? Да, да, да. Потому что он... Амнистия правее. Амнистия правее. За звезду правее, блядь. Звезда стоит, ты правее звезды стоишь. Короче, хаба. Давайте, Дорн, остаешься под боссом. Не, блядь, что делать? Кого? Пусть хаба за ним, типа за слизней бегает.